И когда они пришли к нему, он сказал им Вы знаете, как я с первого дня, который пришел в Асию, все время был с вами, работая к Господу со всяким смиренно-мудрием и многими слезами, среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев. Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедал бы, и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и эллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа со всяким смиренно-мудрием. Толкование. Не просто со смиренно-мудрием, но со всяким. Потому что много видов смиренно-мудрия. Смиренно-мудрия в слове, смиренно-мудрия в деле. Смиренно-мудрия по отношению к начальникам. Смиренно-мудрия по отношению к подчиненным. Многим неизвестен обычай писания, особенно Нового Завета. Называть епископов пресвитерами и пресвитеров епископами. Между тем это видно и из этого места, и из послания к Титу, а также и из послания к филиппийцам. Мы могли бы также узнать, не то ли самое следует, хотя по заключению выводить и из первого послания к Тимофею. Из книги Деяний можно убедиться в этом, потому что написано следующее. От Мелита же, послав в Эфес, призвал пресвитеров церкви. Не сказано, что призвал епископов. Между тем потом добавляет, цитата, «Дух святой поставил вас блюстителями пости в церковь Господа и Бога». Стих 28. Послание к Титу говорит, Первое послание к Титу, 5 стих, «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное, поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». «Было, значит, и такое, что не следовало знать, как скрывать что-нибудь. Есть признак зависти, так и сказывать все. Есть признак неблагоразумия». Разрешите это немножко ввязаться здесь. У нас все, как всегда. Простите меня, Христа ради. Брат, встань сюда, пожалуйста. Ты туда, пожалуйста. Раз камеру уже взяли, давайте по традиции, да? Все, продолжай брать, пожалуйста. Да, можешь повторить. Я пошел заканчивать. С 28 по 36 еще. Диане 28 стих 36. 20 глава 27, 36. Итак, «Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пости церкви у Господа и Бога, который он приобрел себе кровью своей». Толкование. Спасительная польза состоит не только в том, чтобы исправлять других. Ссылка на послание к Олимпинам. 9 глава 27 стих. Татар. «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, само не остаться недостойным». Кавычки закрываются. Дальше идет толкование. Не в том, чтобы заботиться только о себе, потому что таковой самолюбец. Ищет только свои выгоды и подобен зарывшему свой талант землю. Внимайте себе. Это не потому, что спасение себя предпочтительнее спасение стадо, но потому, что когда мы внимаем себе, тогда и стадо получает пользу. «Вы получили, говорит, хератонию от духа». Замечательно. Замечательно, что тех, кого выше назвал пресвитерами, здесь называют епископами. Это или потому, что и на пресвитерах лежит обязанность наблюдать за словесными стадами церкви, наблюдать, чтобы не ослабел, кто верою. Не томится ли кто голодом или жаждаю, или не нуждается ли в каком-либо замечании или обличении, как заповедует сам же Павел. Ссылка на 2-е послание к Тимофею, 4-2. Цитата. «Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевайся всяким долготерпением и назиданием». Конец цитаты. «Или же апостолы епископами здесь и называют епископов. Немаловажным вещам угрожала опасность, если Господь не пощадил даже крови своей». Да, чтобы примирить врагов, Он пролил даже собственную кровь. «Ты же можешь удержать их, когда они сделались уже друзьями». Это утверждение или вопрос? Это утверждение. Да, благодарим. Так. Почему вы читаете? Ну, читай, читай, да, конечно. 29 и 31 стих. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему, бодрость, памятуя, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас». Толкование. «Двоякое несчастье». С одной стороны, то, что его не будет, другой, то, что иные будут нападать, и при том, что особенно горько, из вас самих. Тяжело бывает, когда происходит междоусобная война. Цель еретиков – стараться привлечь народ не к Господу, а к себе, чтобы польстить своему тщеславию, когда привлеченные им будут носить имя того или другого еретика, как от Манеса – Манихеи, от Ария – Ариани, и другие виды ересей. Поэтому, умеряя, еще ранее их ревность, Павел поносит и прощает тех, которые говорили. «Поносит». «Поносит». Ссылка на Карифином. Первое послание 1.12. «Я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов». Стих 32-34. «И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидаться с боли и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии». Толкование. Увещевание оканчивается молитвой, так как он сильно устрашил их, то, чтобы не поразить окончательно, вот и утешение. Не сказал, не взял, но даже и не пожелал. Да, истинная милостыня в том, чтобы подавать из собственных трудов. Но обратив внимание на то, что трудился человек, который постоянно беседовал и днем, и ночью. Выделенная, подчеркнутая. Толкование Игнатия Игнатия, на это место. Комментарий, да? «Безбожные вожди говорят, что человек – это стадное животное, а когда говорят о животных, то называют их бессловесными. Идет архиерейское богослужение. Задействованы все пять органов чувств, но Слово Божие отдает первенство, предпочтение слуху, только слуху». Римлянам 10.17. Цитата. «Итак, вера от слышания, а слышание – Слово Божие». Выходит архиерей и сон духовенства. Выходит молча. Молча становится в установленном порядке по ранжиру. Специально построены для них загородки в центре храма. Они даже физически полностью отделены от народа. Молча стоят и молча, торжественно недосягаемые, скрываются в алтаре, в отдельном дому, как в туманной долине. Посторонние люди, приходящие в храм, спрашивают, «Они что, у вас все глухонемые и не умеют разговаривать?» Апостол же Павел постоянно беседовал и днем, и ночью. «Иногда это молчание украшается тем, что на патриархе и архиерее молодые крепкие проповедники в кавычках и подьяконы-чтицы застегивают пуговицы, подносят расческу и умывальницу, засупонивают коня на битву. И нас спрашивают, что они сами одеваться не умеют. Апостол же Павел постоянно беседовал и днем, и ночью. Так будем ли мы подражать апостолу, или же как на сцене будем держаться этого придуманного людьми обряда и ритуала, ничего не меняя в этом репертуаре» в кавычках вопрос. Господи, пошли истинных делатели земли русской, чтобы они любили народ Твой, проповедовали Ему слово евангельское и постоянно беседовали с народом на основании священного писания во славу Божию и днем, и ночью. 35 стих. Чудо стиха. Да ничего, мы не торопимся. «Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддержать слабых и памятовые слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал, что открывается блажение давать, нежели принимать». Конец цитаты, толкование. «Я показал вам самим делом, что нужно трудиться, памятовать это слово Господа Иисуса. Но где сказал Господь это? Может быть, апостолы передали это не письменно или это ясно по умозаключению? Одна степень – отказаться от всего, другая – доставлять себе необходимое, третья – доставлять не только себе, но и другим. Четвертое – не брать и тогда, когда проповедуешь и имеешь возможность брать. «Не сказал, однако же, что брать худое дело, но что лучше не брать». Комментарий Гнат Игнач. Эти слова как будто совершенно неизвестны сегодня. В первую очередь, «монашествующими и священнослужителями». Верующие должны питать своих наставников и апостол Павел Пойсиняй, и каких именно? Тимофея 5,17. «Начаствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении». Коринфянам 9.11 Если мы посеяли вас духовно великоле, то, если пожнем, у вас телесное. Питаясь за счет пасомых, пастырь должны ежедневно повторять эти слова Господа. Блажение давать, нежели принимать. Принимать умеют и принимают, как достойные, забывая, что должны давать и давать превосходящее. Более того, принимают и давать превосходящее, более того, что принимают, то есть духовное. То есть непрерывно проповедовать и питать душу пасомых, чтобы кормящие их овцы сами были сыты и ухожены. Памятовать это слово Господа и Иисуса, иначе им имя будет не пастырь, а тунеядцы и дармоеды. 36 стих. Казав этому, преклонил колени свои и со всеми ими помолился. Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю, Павла целовали его, скорбя особенно осказанного им слова, что они уже не увидят его лица. И провожали его до корабля. Толкование. Заметить нужно, что тому, кто расстается, следует сотворить колено преклонения и молитву со всеми присутствующими, и тогда уже удаляться. Обнимавшие его в последний раз и от последней беседы его почувствующие сильную любовь и дружбу. Богу нашему славу. Аминь. Богу нашему славу. Аминь. Аминь. Счастья Христа, брат. Я слышу, наверное, все, как и я, о том, что о тебе говорилось, о том, что священники разного ранга должны проповедовать. В первую очередь, обогрестужение должно быть во вторую очередь. Но я хочу напомнить, что миряне, они имеют тоже апостоличность, так называемую. То есть, они, подражая апостолам, тоже должны идти проповедовать. Ибо Господь заповедовал не только своим ученикам, но всем последователям Его, что они должны проповедовать Слово Божие. Вот тут вспомнилась мне фраза, что «А вы эгоисты, вы делаете для того, чтобы обрести Царствие Небесное». Да, эгоисты, мы хотим. Но этот эгоизм, он сопровождается чем? Тем, что тебя бьют, что тебя ненавидят, что тебя всяко называют, что у тебя крыша поехала и все прочее. То есть, должны претерпеть многое. И много претерпев, многими скорбями надлежит войти в Царствие Небесное. Поэтому всегда нужно помнить об этом. И надо преодолеть это все, но исполнить то, что Господь заповедовал каждому из нас. Говори, брат, я есть наверняка на языке уже, вижу. Да нет, я хотел сказать, что вы говорите, да, эгоисты. Но это сложно, если продолжить заповедь. Возлюбить ближнего своего, как самого себя. Все говорят, самого себя, а ближнего как возлюбить. Вы же сами говорите все время, ну, Игнатик, значит, что же там устроите сюда. Заходите, будем общаться. Жертва общения – это как эгоизм и жертва общения совместить. Никак. Это совмещается, потому что это закон, закон данный Богом. Единство борьбы и противоположности. Это закон, он всегда здесь. И зло, и добро рядом всегда. Поэтому тут нечему удивляться. Я не удивляюсь, просто это невозможно оставаться одному и быть верным Богу. Это невозможно. Конечно. Это монахи, ну, как бы там придумали о монахах. Что это вот такой... Но если мы откроем житие Антония Великого, то мы увидим, что там совсем не так у него было. Он приходил в Александрию, проповедовал, причем месяцами на площади. Проповедовал, написано. Там потому что ереси начались, его начали корианом причислять. И он вышел из этой пустынки своей, горы, и начал проповедовать. К нему подходили, он беседовал с людьми. Он такой простецкий мужик, вот в чем дело. Он себя не считал же великим. Ну, хотя у него потом было в конце там. Замкнуло тоже у человека. И что, а кто такой есть еще в пустыне или нет? Ну, ему показали двух женщин. Господь показал. Которые жили с мужьями своими. Они братья были. И они между собой не ссорились просто. Господь показал, что такое. И он опять приник Антонио Великим. Ну, кто не читал, почитайте. Житие не очень обширное и интересное. Ну, любовь, она должна быть деятельной, так же, как и вера деятельной. То есть это, да, любите друг друга. Ну, или возлюби ближнего своего, как самого себя. Себя-то мы любим, а возлюбить ближнего своего гораздо сложнее. Причем эта любовь должна быть деятельной, не просто так на словах. Я люблю тебя, я люблю тебя, Елизавета, Елизавета, я люблю тебя за это, Елизавета, и то. И зато не словами, а делом докажи, что твоя любовь надеятельная. Причем всякая любовь, она сопровождается, должна быть жертвой. Нет жертвой, нет любви. Ну, говорят, вот сейчас, вот брат прочитал, очень хорошо прочитал, мне понравилось очень сильно. Пускай дальше читает. Малая, великая, но жертва должна быть. И там о священниках говорится, что постоянно она должна проповедовать. Разговор как постоянно проповедовать? Невозможно же это. А считается сейчас, что все правильно делают. А что они делают? С понедельника по воскресенье у них литургия. В понедельник литургия, во вторник, в среду, и в субботу литургия, и в воскресенье литургия. Написано литургия, она одна, вот в воскресенье литургия. А перед этим чем тогда заниматься-то? До субботы. Ну вот, у тебя время есть, священники, занимайся. А люди же работают, как мне с ними встречаться? Ну, ходи по намам. Спасибо, Христос, брат. Уфраги есть. Да, я хотел, чтобы прозвучало сегодня. Татьяна Александровна утром сегодня звонила. И она так-то себя и так плохо чувствует. А сейчас вообще разболелась сильно. Болитесь еще о ней. И еще у меня. Вчера звонил Виктор Николаевич Савченко. Рассказывал о своей семье, как они там. И этот ролик снял, прислал, как ребятишки там у него. Ангелина играет на скрипке. А Феодосия, какой-то меч у ней вот такой. И она как будто тоже на скрипке. Но такой интересный ролик. Вот. Низкий поклон всем передает. Мы знаем, что они там проповедуют. Там у Феодосии тогда крестили. Силье проповедуют. Ее не совсем. Это священник неаккуратно так все это делал. Первый раз погрузил. А потом наполовину ребенок был не в воде. И поэтому Виктор Николаевич посоветовался с Игнатием Тихоновичем. Он говорит, надо перекрестить. И согласился Феодосию. Не перекрестить, а допогрузить. Допогрузить. Совершить. Благодарю. Да. Что начну все слова. Феодосия. Ой. Я бы сначала. Феодосия. Нет. Я говорю, докрешивай. Нет, нет, священник. Сейчас только вот помню. Александр? Нет. Нет, с ним как-то встречался давно еще наш батюшка. И он вначале вроде бы не очень так. Но потом согласился допогрузить. И вот они, значит, довершили это еще крещение. Сокремя. И я о себе хотела попросить. Первый раз путешествую на неделю. Только я в пятницу приеду. Вот. Но просила вас, чтобы помолились. Потому что сегодня Катя приезжает, где-то завтра мы завтра в Новосибирске. В Новосибирск, что ли? Скорее всего в Новосибирске. Не простите, для меня путешествие. Ну, это так, да. У Фроссии есть. Дорога хорошая. Так, ну вот от наших учащихся хотелось спросить, как у них дела-то. Расскажи, пожалуйста, по теле. В эту среду защита диплома у меня будет. Получается. Помоги, господи. Если есть желание, помогите сегодня. Утром? С утра. Да, с утра. А как? А учебу ты закончила, вот эту операционную? Нет. Еще идет? Практика до 1 июля еще будет. Ты неправильно говоришь. Ужасно просто для меня слышать это. Вот слух режет. Не если есть желание, я прошу вас, ваших святых молитв. Вот так православно говорят. Прошу, надо попросить, а не если есть ты, кому принадлежишь-то? Какому духу? Как это, если есть желание? Прошу вас, ваших святых молитв, мне грешно и все. Ну, в первый ряд тоже может быть приемлем, только... Если хочешь, можешь меня очистить. Может, кто-то не расположен. Не хочет молиться. Но это к ней отношение было. Будем молиться. Мы же тут же о нас идет. Можно, забыла я. Простите, я вот уеду, опять хлебов. Кто будет печь? Кто на себя возьмет это? Ну, испеките. Там надо это вот небольшое, простое детство. Батюшка об этом побеспокоится. Если надо, он порочит. Может быть, он примет это. Надя не надо. Так говорить. Батюшка побеспокоится. Когда нужно, он скажет. Татьяна Кремична, вы как Игнатия Тихонович, кто за голубями будет? Давайте отдельно поговорить об этих хлебах. Ясно, что братья тут ни при чем. Надя, я думала, наоборот, ты как-то это возьмешься. А ты говоришь, о батюшка. Ну, когда же батюшка это? Он просил. Всегда мы делали. Он меня не просил. Он просил. Он спрашивал, кто будет печь. И все промолчали. Я тоже промолчала. Думаю, кто-то, может быть, возникнет. Не было никого. Мы с ним созвонимся. Я его спросила в этом знаменном. Я не думала, что уеду. Может быть, Леночка, ты испечешь. У меня муж не меняющий. Ну, это святые вещи такие, которые старятся раньше. И в долице делают. Это клет, который просто освещается. Не совсем. У тебя муж очень хороший. Ну, хороший, но я считаю, что я недостойна. Достойна все. Достойна, это непросто. Аксио! 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 У нас в прошлый раз Тарас пек. Помните, в прошлом году Тарас? Лена, ты не переживай. Это непросто. Почему Лена-то крайне оказалась? У нас в чем-то в Лене нету? Все, 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 все. Нет, тогда вопрос у всех. Нет, не надо решить. Вот именно сейчас. Я с батюшкой созвонюсь, уточню этот момент. Надя, да ты меня поражаешь. Все, старше. Давайте успокойтесь уже. Все, хватит. Татьяна Анатольевна, вопрос решится с Божьей помощью. Не надо столько эмоций. Успокойтесь. Успокойтесь, пожалуйста. А то сейчас начнется. Все будет хорошо. Не надо психологов нам. Все, спокойно. Агния ушла уже? Я не знаю, как у нее там дела-то у Агнии. У наших. Я не знаю. У Леры как дела? У Леры результаты пришли по трем экзаменам. Один еще ждем. Три экзамена хорошо сдала. Там 73 балла вот из 100. Там 73 и в другой 73. Прям четко идет. Молодец. Для нас это хороший результат. Молодец. Сергей Павлович заболел, кстати. У него головокружение. Помоги помолитесь. Может быть помочь можно здесь. Объявление. На этой неделе нет среды и пятницы. Не нарушайте. Подождите. Ну после Троицы. Чего? После Троицы. После Троицы, да. Не до Троицы. Все правильно. После Троицы. А потом через неделю пост начнется. После Троицы еще неделя, что ли? Да. До поста. После Троицы пост не начинается. Неделю еще не пощается. Так и сколько тогда будет у нас пост? 11 дней. 11 дней. А я уже тебе 18 сказал, да? Я забыл совсем, что там святая. Ну вы не нарушаете, не надо. И вот еще вот эти вот выложили. Они раньше там лежали, потом в детской. Разбирайте, раздавайте. Истинное православие сложно подарить. Книга дорогая и большая. А вот эти материальчики распространяйте. Ну желательно на каждом подписать, например, YouTube канал прям русскими буквами во свете Библии. И там все есть контакты, если человек захочет дальше продолжить искать информацию. Потому что информация указанная там, еще, знаете, вторая строительная указана. Она не актуальна. Давайте дружно останемся на занятиях. Позанимаемся. Еще хочу сказать, что брат Николая, Николай Валентинович, госпитализированный, он находится в кардиологическом отделении, восьмая палата. Сейчас карантина нет, можно даже и посетить, наверное. Вот. Его готовят к коронографии, но это такая операция, небольшая, но операция. На сердце? Да, да, да. В сосуды сердца вводится контрастное вещество, делаются снимки, и по этим снимкам определяют, насколько функциональны сосуды сердца. Как у меня делали, да, вот это дуплекс. В кардиологию, да? Нет, это не то. В кардиологии? Да, в кардиологии. В кардиологии, да. Дуплекс – это УЗИ, а это рентген. А потом, да, ну и по ходу, когда увидят, что там есть изменения серьезные, не нужно делать очень выраженный стеноз, то есть сужение просвета артерии, то ведут стенд, то есть это стентирование. Такая пружинка, которая от температуры тела расправляется и способствует, раздвигает стенки в этом месте. Удерживает стенки, да. И кровь проходит через сосуды дальше. Разрешите вопрос медицинский задать. Я думаю, всем будет просто интересно, так как у меня мама умерла от рака. Вот муссируется уже около недели, что у нас медики изобрели какую-то вакцину от рака или что-то в этом роде. И это на всех каналах новостных. Наши российские? Наши российские. Об этом говорят. Таблетку какую-то. Не, не таблетка, конечно, не таблетка, там, инъекция и так далее. Ну, не знаю. Что это такое? Вакцина, это вообще как-то даже, чтобы вакцинировать от рака. Рак настолько много, они, наверное, обхваты. Может быть, это какой-то локализации. А под одного какого-то, может быть, конкретного от какого-то одного вида рака. А их сотни. Ну, если вы не в курсе, то, пожалуйста, поинтересуйтесь. Я заранее могу сказать, что это невозможно. Потому что... От всех видов невозможно? От всех видах опухолей. Опухолей столько, что... Ну, это сенсация прям. Я даже не могу сказать, как бы... Это не первая сенсация. Поэтому я вот особенно не расвещаю. Нет, это и Путину об этом докладывают, прям там показывают все это. Ну, скоро брат затронул медицинскую тему, то я хочу сказать, что своим коллегам, новоиспеченному коллеге Надежде... А, сегодня же поздравляем вас. Мои поздравляем вас. Всех вести. Многое лето им. Многое лето вам. Давайте многое лето, многое лето, многое лето. Многое лето, спаси Христе Боже, спаси Христе Боже, на многое лето, возлюбленных того и достойных. Дай Бог, чтобы медицина как-то поднялась ниже плинта, выше плинта, тоже ниже опустили, а дальше некуда опускать. Трудный труд, очень тяжелый труд, но благородный. И я благодарен Богу, что Господь привел меня на это. И на выпускном экзамене, ну, после выпускных экзаменов, на выпускном вечере, мне уже все писали, до встречи на консилиуме. Многие. Но все писали, знали, что я буду уже в медицине. Спаси Христос вас. Вы меня опять познакомили с врачами? Слава Христу. И пока все идет... Слава Христу, я рад. Слава Христу, да. Ну, всякое бывало, и... Не очень дорого, кстати, я ожидал, ну, как, больно, так, нормально, по-моему. И не очень больно, да? Нет. Больно? Больно. Ой-ой-ой. Ряд, все себе. Вот это да, она ушу занимается. Как так она камень... И не отключилась. Записалась, да? Да. Вот так. Все веруйте, глядите. Чудо! Такие должны быть верующие. Ты это с ней делали? Ну, камера упала на ее. Я стала брать телефон, увидела, что падает. Создан чат отдельный для Потеряевка, так называемый. Да, Николай Астахов ведет этот чат, и он информирует всех, сопровождает путешествующих в Потеряевку на праздник Крещения. Да, кстати, я еду 6-го числа рано утром, часов в 5. И кто хочет Потеряевку на праздниство, то можете подсоединиться. 6-го утра. Марина у меня не едет, а я еду, поэтому... И у меня никого нету, обычно я кого-то везу, а тут, ну, получается так, что мимо меня просто я... Игорь, а ты на сколько дней едешь? На одну ночь? На одну ночь. На одну ночь? Может, мы с тобой поедем? А ты можешь заехать, потому что у нас, это... Как мы до тебя в 5 утра доедем-то? Ну, а как? Транспорт не ходит, такси... А такси не будет, фан? Да. Ну, мужа попроси. Ну, да. У нас машина в ремонте стоит. Ну, так еще две недели, три. Три недели еще. Да, еще время-то. Не, не знаю, в поднике еще нет. Так, ну, понятно, брат. Раз предложил, кто, у кого есть такое желание, то он... Нет, он на машине все равно. Батюка приглашал же, но еще приедет. На троицу он у нас сейчас вот будет. А тебя-то подобрать, да? Нет, что? Будет, да? Ну, посмотрим, да. Ну, о путешествующих наших, служащих, помните, да. Это такая ситуация, что... Всегда нужно помнить о них. Там всегда сложные и непредвиденные ситуации. Сегодня благополучно, а завтра может все пусть. Ну, и молитесь о том, чтобы Господь, если угодно и на святой воле, остановил это кровопролитие. Как-то скорее завершилось все это. Еще у кого есть слово? Не расслышали, может, Андрюша там выставил коробку с яйцами. Ради Христа раздает на веранде. Поверанде. Поверанде. Поверанде, чтобы не остались. Помолитесь. Даша в деревне, да? Да, Даша в деревне, с двумя. В детьми, ага. Как твои братья, где они? А, они сегодня на Власихе. Картошку собираются приобрести, у нас закончилось. Ну, и что картошки... У меня картошки... И что, из-за этого в храм не пошли, да? Они не пошли, и вот в Власихе. А, во Власихинский храм, все, я поняла. Я не знаю, куда надеть картошку. Вот Лена живет во Власихе, Лена во Власихе живет. Пусть к ней едут. У меня картошка лежит, она пропадает. А много картошки у тебя? У меня, ну, мешка три. О, так там... Зарошек? Конечно. Ну, уже все хочу. А, ну, то есть, для садки, да? Ну, на двоем там небольшие росточки. Ну, что там не выросли. Ну, покушать-то не... Сейчас-то можем садить как раз. Да. Ко мне надо, я привезу. Лена даже до школы довезет, там на тачке увезете. Вам надо общаться. Да. Хотя бы звонить иногда. Вон, сестра, она тоже медик. Возьми с Надеждой Александровной. Так, ну еще, у кого есть слово? На занятии остаемся? Остаемся, да. Остаетесь, значит, давайте. Да я не знаю, это я сказал, что я остаюсь. Да, стой, но не стихо во истину, блажите Тя, Богородицу, крестоблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим. Господи, защити Родину нашу от нашествий на племенников, от внутренних расприй, от беззакония, которое втайне останови делающих зло. Просвяти правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвяти и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, что божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священника, который не служит Тебе, как должно, пусть покажется в непряжении Своем и проповедует смело и инославному об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твоей изреченностью Твоей Библии. Прости нас, Господи, и Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бога и Бога. Дух Святой заставит нас не признавать никаких иных богов вопия. Ам, Волочи, Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды и правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Оставайтесь сразу, сейчас позанимаемся.